Маленькая Ванесса одна из 11 детей, пострадавших во время крушения вертолёта в городе Бровары, который под Киевом. В городскую больницу её увезли с ожогами лица. Услышав гул, мама Ванессы Диана побежала к окну и увидела, что на детсад, куда она только что отвела дочку, падает вертолёт. Прибежала туда и увидела, что садик горит, что капец. Я не знала, что с моим ребёнком. Я даже не могу вам сказать, что я пережила. Через окно вытащили детей, в чём были. Вот так, без обуви, повыводили их. Катастрофа унесла жизни воспитанницы детсада Миланы и её мамы. Все пассажиры и экипаж вертолёта, всего 9 человек, тоже погибли. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Йенин. Они летели в одной из горячих точек Харьковской области. Временно исполняющим обязанности министра внутренних дел украинское правительство назначило главу нацполиции Украины Игоря Клименко. МВД вместе с другими правоохранительными органами и офисом генпрокурора делает всё, чтобы в ближайшее время выяснить, почему произошла катастрофа. Будем работать днём и ночью, чтобы дать чёткий ответ на все вопросы. По данным Службы безопасности Украины рассматривается несколько версий трагедии. Нарушение правил полёта, техническая неисправность вертолёта и диверсия. Я прошу вас почтить память всех, кого потеряла Украина минутой молчания. Пожалуйста. Своё онлайн выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Зеленский начал с минуты молчания после того, как сообщил участникам саммита об авиакатастрофе в пригороде Киева. Я считаю, вследствие того опыта войны, который есть сегодня у меня и у нашего общества, «Это не несчастный случай, это война. Ведь война не только на поле боя. У войны есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев. Всё это – результат войны. Абсолютно. Все эти шаги, всё, что происходит, ракеты, которые бьют по нашим людям, по гражданскому населению, то, что происходит, когда гибнут дети в садиках, школах. Кто-то может распространять информацию, что мы целились не в гражданское население, а хотели именно по энергетической инфраструктуре ударить. Но так получилось. Или ещё что-то. Это просто лишние слова. Лидеры политики и дипломаты разных стран мира выразили соболезнования украинскому народу в связи с трагедией в Браварах. Трагедия разразилась в сердце истерзанной войной Украины. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и всей стране после крушения вертолёта в Браварах. С глубокой грустью я получил известие о крушении вертолёта в Браварах под Киевом, в результате которого погибли несколько человек, в том числе высокопоставленные сотрудники МВД Украины. Мои мысли – семьями и близкими жертв». Мы с Джилл посылаем наше глубочайшее соболезнование семьям всех погибших в трагической катастрофе вертолёта в Украине сегодня утром, в том числе министра внутренних дел Дениса Монастырского и других высокопоставленных украинских граждан. Украинцы, чтобы почтить память погибших, несут на место трагедии цветы и детские игрушки.